Проект программы «Лояльности» начался намного раньше его официального запуска, и предвестником его стала простая человечность. Эта история началась весной 2014 года, когда в наш колл-центр позвонила пожилая покупательница и сообщила о том, что у неё сломался электрический чайник на второй день использования. Она приобрела его в нашем магазине, находясь в другом городе, за 120 километров от своего дома. Конечно, по закону о защите прав потребителей в данной ситуации покупатель должен самостоятельно доставить сломанную технику в сервисный центр или магазин для передачи её в ремонт, а на возможный обмен приходилось только надеяться. Огорчению и разочарованию пожилой женщины не было конца, ведь проехать за 120 километров в ближайший магазин стоило бы ей больших сил и ресурсов. Вопрос казался тупиковым. С одной стороны, закон, который един для всех, но с другой стороны, нам искренне по-человечески жаль покупательницу, попавшую в непростую ситуацию. Составив служебную записку с просьбой о выделении бюджета на обмен электрического чайника, мы пошли по этажам и кабинетам. Все, к кому обращались, входили в положение, подписывали документ. Спустя неделю бюджет был выделен и на новый чайник, и на поездку сотрудника домой к покупателю для осуществления обмена. Далее были искренние слова благодарности и неверия, что такое бывает на самом деле. Эта история послужила для нас хорошим уроком, как часто мы отказываем клиентам в помощи и совершенно не заботимся об их чувствах. А ведь иногда вовремя замененный чайник, телефон или флешка сохраняют лояльность клиентов и куда более крупные суммы их будущих покупок. И тогда мы инициировали создание рабочей группы, в которую вошли юристы, специалисты отдела по контролю качества товара в нашей сети, региональные руководители продаж и топ-менеджеры компании. Основными задачами были обозначить четкий и приемлемый для компании бюджет для обменов и возвратов, разработать процедуру согласования запросов о лояльности для максимального ускорения принятия решений и запуск самого проекта программа лояльности с еженедельной отчетностью перед рабочей группой. Самым большим опасением было то, что покупатели попросту начнут необоснованно пользоваться нашей добротой, количество обращений вырастет, а значит увеличится бюджет. Эти страхи, конечно же, не оправдались. Мы подтвердили тот факт, что клиенты никогда не врут, и если покупка их радует, никто не станет намеренно пытаться получить дополнительную выгоду. Спустя полгода мы незначительно скорректировали первоначальный бюджет и держимся в его рамках. Сегодня мы соблюдаем срок рассмотрения запроса о лояльности всего один день. А ситуации, подобные той, что стала пилотом нашего проекта, сейчас решаются в течение одного часа. О цифрах и других наших достижениях расскажем в следующем видео.